здравствуйте дорогие друзья с вами фирма peterson и я эдвард петер и сегодня у нас совершенно неожиданная встреча даже для меня потому что мне позвонил заказчик который прислал мне вот это давайте не буду говорить да в общем это из таиланда такие ожерелье я не знаю ну да на шею носить короче говоря и попросил до выходных обязательно ему сделать но он прав я уже тяну около трех недель знаете честно говоря вот это вот снимать я себя чувствую индейцем которому приехал колумб и пытается обменять стеклярные бусы на что-то ценное но заказчик и заказчик поэтому я решил сегодня отвлечься от своей любимой темы стимпанк я там начал вы знаете дирижабль создавайте мне сегодня очень хотелось это продолжить но работа прежде всего а вот и выпало то что нам и нужно единственное что мне бы в этом скучном занятии помогло это как можно быстрее от него избавиться и заодно вам показать потому что даже не фишка в расставлении света свет практически почти может быть любой а фишка в другом но прежде я к ней перейду я скажу почему я снимаю это видео потому что 90-х годах я сейчас не знаю а была такая реклама тифа ты всегда думаешь о нас так вот ребята я тоже о вас думаю когда я что-то новое снимаю или то что я еще не показывал но хочу вам сказать что это думание как бы не совсем взаимно знаете почему потому что вы знаете я провел домашнее задание то есть обзор почти 30 работ откликов я получил 4 или 5 тут так ребята вы знаете что я никогда не прошу не клянче не лайков не комментариев не там плюсов каких-то в гугле но домашнее задание это единственный из моего широкого плейлиста видео где мне нужен фидбэк по русской вот это взаимная связь то есть понимаете я могу как угодно это интерпретировать я могу подумать что я вас тут всех пообидел понимаешь накритиковал тут понимаешь вы обиделись на меня понимаешь как говорил все время ельцин ельцин и поэтому я не говорю что вы должны обязательно отблагодариться за это но хотя бы пару слов потому что я потратил время да вы видите несмотря на то что у меня своих дел куча но я трачу время чтобы как бы показать свое видение вам и поэтому такая взаимная связь именно в домашнем задании я подчеркиваю в домашнем задании мне просто необходимо мне все равно где это вы будете делать или в ю тубе или в в контакте в группе но пожалуйста делать хорошо договорились иначе мотивация будет потихоньку сходить на нет это угроза и так ребята фишка перейдем к нашим баранов фишка в том что когда-то я купил вот такой пластик полупрозрачный еще не знал куда бы его применить одна же у колоскова увидел он часто такие вещи используют но мне как-то все это было не нужно вроде бы когда и тут когда пришли эти стеклярусы я подумал думаю а как можно сделать действительно быстро и чтобы безболезненно это все и поэтому сейчас я вас подведу поближе к этой схеме я сделал просто-напросто рулон склеил его тут поставил здесь камеру у меня стоит семерка canon и дешевый 50 полтинник дешевый полтинник я не хочу снимать никоном потому что вы знаете каждый щелчок уменьшает стоимость камеры да и и поэтому на такие стеклярусы я решил использовать canon а так как расстояние до сотки слишком мало не входит все то я взял свою пятидесятку которые господи сто лет не пользовался и окружил это все тем что у меня было на площадке не обращайте внимание на схему схема принципе может быть любая я думаю что можно вообще две вспышки использовать то есть с этой стороны с этой стороны занять в клещи это дело и все даже без соус боксов а то что сверху у меня сзади сбоку да у них просто много ребят но я вас уверяю что если бы у меня сейчас все сгорели да я бы достал мои вспышки маленькие и с маленькими спокойно бы снял я не даю здесь домашнего задания потому что я думаю что это вообще не интересно такое но как способ снимать я думаю что это будет полезно давайте мы сейчас подойдем я все покажу сделаю снимок мы побежим быстренько в фотошоп там это обработаем потом я создам экчен или вот я не помню как по-русски называется на той скрипт напишу и буду быстренько быстренько и сегодня я надеюсь этот подарок колумба снять и дальше делать свой дирижабль так вот это самая труба вы видите внизу лежит это ожерелье почему я поставил снуты как вы говорите или тубусы но я хочу кое-где все-таки сделать такие блики highlight остальное мне служит только для того чтобы эту трубу равномерно осветить расположено это все на старом фотоувеличителе которые вы уже знаете видели поэтому схема но абсолютно простенькая сейчас мы возьмем какую-нибудь другой стеклярус надо бы конечно наметить здесь это эти круги как я уже говорил в домашнем задании обращайте внимание на защелку то есть карабинчик карабинчик должен быть виден обязательно так ну вот примерно глянем в объектив да она тут располагается правильно все так как здесь жесткая проволока господи то сделать абсолютно круг невозможно я сейчас стараюсь аккуратненько поставить и просто нажимаем на курок все уходим фотошоп запускаем наш raw формат в конвертер видим что у нас черного недостаточно добавим здесь увеличим количество света на фон так что еще нам добавим еще тут насыщенности немножко динамики контрастности ну и пожалуй все откроем в фотошопе и начнем с того что сделаем квадратик вот так поместим его сюда посмотрим вырежем я работаю сейчас в немецком фотошопе потому что мне так быстрее и легче здесь ничего особенного не будет я просто покажу как это быстрее обрабатывать в этом случае я возьму уже кривые кликну где-нибудь где мне нужен белый так чтобы не переборщить вот где-то таким образом чуть ослабим так окей проверим насколько у нас действительно белый он у нас не белый естественно поэтому мы сейчас возьмем белую кисть и мягенько здесь подконем краешки что при этом останется немного здесь теней это даже и хорошо вот так если мы видим что у нас застежка имеет желтоватый оттенок то в этом случае в общем то я не буду мудрствовать я просто возьму сейчас этот самый губку который снижает убирает все краски по сути дела проверю все ли у меня нормально стол не такой уж чистый поэтому тут необходимо конечно просмотреть перед тем как мы пойдем дальше для этого я возьму сейчас для этого я возьму сейчас специальный верх цойк то есть специальный инструмент который позволяет быстренько безболезненько это инструмент поправляет все темные части забыл как он по-русски называется так ну еще немножко можно добавить теперь темного чтобы где-то если что ушло светлое то мы его выведем сейчас назад вот таким образом для того чтобы мой клиент сильно радовался я еще сейчас возьму осветлитель и в некоторых местах мазну просто-напросто вот так вот так это бесспорно ему понравится теперь можно у меня есть топаз фильтр почему я в немецком работаю потому что на русском мне почему-то не устанавливается так вот я сейчас посмотрю видите вот этот шум который пятерка семерка не так хорошо справляется как восемьсотый ну ценовая разница в три раза естественно то есть и я здесь поработаю с деталями и размытие уменьшу и собственно шум добавлю немножко вот и все окей теперь мне останется сохранить и немножко денег мы уже заработали я не буду сейчас показывать как я пишу экчен потому что для этого есть уже видео я не хочу повторяться я лучше дам ссылку а на этом фотошоп в общем то закончен я и так потратил не более пяти минут но это много для таких стекляшек поэтому с экченом будет гораздо быстрее и лучше ну вот и все дорогие коллеги мы с вами быстренько сняли быстренько обработали в фотошопе те кто меня давно знают наверное заметили что качество скажем так не мое правда? но тут заказчик сам виноват я вам рассказывал что я говорю свою цену за которую я могу это сделать качественно и красиво если заказчик соглашается все нормально если не соглашается тогда я ему предлагаю вариант вот такой который вы сейчас видели где еще можно было бы работать еще как-то получше все это сделать но вертся флих тасс истон меглих то есть экономически как говорят немцы это невозможно и поэтому я отошлю ему то что он заказывал почему я так спокоен потому что то что у него на его сайте в его магазине даже эти картинки на порядок просто на порядок выше чем у него есть поэтому я спокоен а сейчас фирма Петерсон и я Эдуард Петер прощаемся с вами я продолжу по-быстренькому свои стекляшки фотографировать а потом вернусь к стимпанку и так всего вам доброго до свидания пока пока